Поэтому негатив, негатив, в мою сторону, это самый лучший комплимент. То есть я понимаю, что фактически мне человек говорит, что блин, ты лучше, чем я. У меня точно так же бывает, я смотрю кого-то, какого-то блогера, и у меня там в какой-то момент начинает бомбить. Для меня это олицетворение свободы, вот, а для него это олицетворение не свободы. Больше внимания внутрь, это очень полезный навык. Привет, друзья, это рубрика «Стаканчая», где я что-то рассказываю, а вы что делаете? Ставите лайки и подписывайтесь на канал, я вам для этого даже дам время, вот, и пока сербну. Пока вы выполняете это целевое действие, которое мы показываем графикой. Выясняется, что это чертовски важно делать. Понимаете, статистика такая странная наука. Мне саму от этой фразы, блин, аж рыгать тянет на самом деле, потому что ее так часто слышно. Но, блин, это работает, поэтому извините. Ну что, поговорим сегодня на тему достаточно странную. Почему ненависть в вашу сторону это самый пиздатый комплимент, который вообще в принципе может быть. Я с этим столкнулся вплотную, когда запустил канал и пошла реклама. Там, конечно, выхватывал такое и такое количество вообще. Мне кажется, что вообще свой блог это такой лучший инструмент для прокачки своего эго. Ну ладно, то такое дело. Сейчас не об этом. Мне спрашивают, типа, чувак, там от тебя вообще цепляет этот негатив или нет. Первое время я на него реагировал, вот, а потом я немножко больше разобрался о том, почему так происходит. И меня эта вообще тема полностью отпустила. Ну, в первую очередь, потому что мне стало похуй вообще в принципе, что бы мне говорят. Но это тоже другая тема. Если разобраться, то механизм, он достаточно простой. И от его простоты и масштаба становится немножко грустно. То есть какой-то человек сидит и видит другого человека. И видит, что тот человек делает то, что он в себе по какой-то причине в этой жизни запретил. Либо ему такие координаты дали изначально, а ему в них не очень удобно. Ну, как это может выглядеть? Например, человек делает замечание по поводу того, как я выгляжу, да? Или там, вот у него есть там какой-то стереотип, что, например, люди с татуировками, они там наркоманы или сидельцы. И он в своей жизни себе это запрещает. То есть он может думать, что этого не хочется, но сам факт того, что у него горит от этого жопа, короче, ему в той или иной форме этого может хотеться. То есть для меня это олицетворение свободы. А для него это олицетворение не свободы. То есть на самом деле он может восторгаться какими-то штуками. То есть это не обязательно значит, что он хочет себе сделать татуировку, например. Нет, это образная как бы вещь. То есть я могу себе позволить то, что он себе не может. Соответственно, у него желание какое? Притянуть меня назад, короче, и сказать мне о том, что надо быть другим. Надо быть таким, как он, для того, чтобы ему было комфортно. Приблизительно так. То есть если человек делает, допустим, замечание там про грамотность, допустим. Вот. Он там всячески будет пытаться мне сказать, что ты, Миша, там неграмотный. Я типа окей, да я и не претендую. Собственно говоря. Проблема в другом. Типа чего ему-то от этого? Ну, то есть поймите правильно. То есть вы же не идете по улице и любого проходящего мимо человека не оцениваете ему урлык на предмет того, почему он хуже, чем вы. Ну так не происходит. То есть происходит так, когда есть что-то резонансное. То есть вот какой-то человек запал и на него есть эмоциональная реакция. То есть если уже поперла эмоция, это о чем говорит? Что я в жизни этого абсолютно незнакомого мне человека уже являюсь какой-то значимой фигурой. То есть если он вообще в принципе начал себя со мной сравнивать, это о чем говорит? О том, что человек как бы, ну мягко говоря, незрелый. О том, что у человека нет своего мнения. О том, что он, если он вешает кому-то ярлыки, значит точно так же он и на себя смотрит. Значит точно так же он и себе запрещает какие-то вещи. Вот про неграмотность допустим. Я могу позволить себе бэкать, мэкать, шокать, там не знаю, много чего я себе могу позволить. Почему? Потому что у меня нет идеи о том, что я должен быть грамотный. Потому что мне ее, блядь, в голову каким-то чудесным образом не вбили в детстве. Не получилось. Вот. Соответственно я могу говорить абсолютно свободно, сохраняя свое как бы внимание на сути и повествование, а не ту форму, в которую она завернута. А для человека будет важнее форма, в которую она завернута. То есть он не сможет спокойно о чем-то говорить, потому что он все время будет внутри головы проговаривать наперед фразы, анализировать, насколько грамотно он это сказал, смотреть вокруг, как на него смотрят. И на говно исходиться, если его вдруг, блядь, кто-то поправит. Я уверен, что он там даже какой-то пост, если этот человек будет писать, он его там 50 раз перепишет, короче, и потом, блядь, весь в поту будет ложиться спать, думая о том, как же там люди отреагируют. То есть это несчастный человек. И, конечно, он всем вокруг будет говорить, что надо быть грамотным, там еще таким, таким, таким. А все это зачем ему, казалось бы? Для того, чтобы он себя, блядь, почувствовал нормальным. То есть фактически любой негатив в мою сторону для меня звучит приблизительно так. Миша, ты для меня олицетворяешь то, что я в своей жизни запретил себе делать. Пожалуйста, стань таким, как я, для того, чтобы мне было не так больно на тебя смотреть. Соответственно, мой ответ на этот негатив, ну это скорее, может быть, иногда у меня бывает сочувствие, конечно. Ну я просто смотрю и понимаю, что человек настолько глубоко несчастен, но я ничем не могу ему помочь, кроме как своим примером показать о том, что все можно. Ну вот реально нет никаких лимитов, их абсолютно нахрен не существует. Вот. И это абсолютно нормально. То есть это мой внутренний диалог с собой, который давным-давно налажен. Это мой диалог со своим собственным мнением, скажем так. Которое я уже научился тоже не слушать. Потому что я понимаю, что любое мнение, которое звучит каким-то текстом в моей голове, я его откуда-то взял, срисовал. То есть оно не мое по большому счету. То есть все, что мое, это мое ощущение в момент выполнения какого-то действия. И когда мне легко и просто, это хороший знак. В том числе, как и хороший знак, это мне нелегко и непросто. То есть я понимаю, что за этим что-то стоит, я в этом разбираюсь, я это анализирую. У меня точно так же бывает. Я смотрю кого-то, какого-то блогера, и у меня там в какой-то момент начинает бомбить. И я разбираюсь, почему. То есть, допустим, если я вижу, что какой-то человек, условно, у него там большой канал, а в моем мире он уебан, вот, и меня от этого начинает аж там выкручивать. То я понимаю, что я ему завидую, потому что я хочу славы. И как бы она у него есть, и при этом он делает там те вещи, которые я себе по какой-то причине запретил. И мне становится легче жить, намного легче. И этих оценочных суждений все меньше, меньше и меньше. И негативных эмоций тоже все меньше, меньше и меньше. Вот, поэтому имеет смысл с этим разбираться и имеет смысл развивать в себе навык наблюдения за собой. Вот, поэтому негатив, негатив в мою сторону, это самый лучший комплимент. То есть, я понимаю, что фактически мне человек говорит, что, блин, ты лучше, чем я. Вот, и он очень расстроен, и у него очень много злости по этому поводу. Но его заглядывать себе внутрь не научили, поэтому он как бы атакует окружающих. Очень жаль, что таких людей огромное количество. Но с другой стороны, благодаря, собственно, инструменту, в котором мы соприкасаемся с таким количеством людей, это же для них может стать и пилюлей для исцеления. Потому что они поймут, что все их представления о том, как должно было быть, они как бы рушатся и бьются об изобилие того, что мы видим. И, может быть, все-таки у них наконец-то хватит смелости признаться, что можно быть собой, можно быть разным. И, в принципе, по большому счету, мне кажется, что те люди, которые парятся оценкой о себе окружающих, ну, наверное, не понимают, что на самом деле всем пухой. Вот. То есть мы, мир, как бы, он слишком большой. И каждый отдельно стоящий человек, это настолько маленькая щепотка, скажем так, которая почему-то себе внушила какую-то супер важность того, что все вокруг именно на эту щепотку смотрят и думают о том, как она себя ведет или еще что в этом роде. Вот. Поэтому имеет смысл успокоиться, осознать, что я всего лишь малюсенькая частичка. Вот. И чуть-чуть меньше важности себе и меньше внимания на кого-то. Больше внимания внутрь. Это очень полезный навык. Вот. А теперь напишите мне, пожалуйста, друзья, чего у вас бомбит иногда. И расскажите, давайте попробуем вместе разобраться. А я обещаю, что я в комментариях тоже расскажу абсолютно конкретную историю про абсолютно конкретного блогера, от которого у меня взрывался пукан. И я разобрался с этой ситуацией и расскажу, как. Вот. Все. До встречи. Лайк, подписка. Помните вот эту вот всю херню.